Уважаемые коллеги, я хотел бы остановиться на азотных подкормках и особое внимание уделить как раз взаимодействию генотип среда. За счет более правильного использования сортовых особенностей можно при тех же затратах получить более весомый урожай, зная хорошо особенности сортов. И азотная подкормка, она один из значимых факторов для получения высокого уровня урожайности и его качества. И она очень хорошо изучается в опытах, поскольку прибавки достаточно высокие и полевой опыт эти изменения может легко фиксировать. Так, переключается. Иди переключай. Вот этим же, да? Да, все правильно. А попробуйте на проектор. На проектор. Нет, а что? Не работает. Вот батарея. Может я буду говорить, чтобы вы переключали, вы будете переключать. Сейчас помощь идет. Ну, поскольку мы хотим получать более высокий уровень урожайности, это обеспечивается более высокими нормами внесения азота. И поэтому имеется острая необходимость дробных подкормок, что связано с потребностью в азоте на протяжении всего длительного весенне-летнего периода. При этом достигается оптимизация потребления азота по критическим периодам и повышается эффективность использования азота. Можно переключить? Можно переключить? А, переключить. Ну и внесение азотных подкормок следует начинать со скороспелых сортов, которые интенсивно растут весной и испытывают при этом азотное голодание. Здесь показаны сорта нашей селекции, нашего центра, ультраскороспелые, скороспелые и среднеранние, с которых надо начинать азотную подкормку. Ну и наиболее отзывчивыми на внесение азотных подкормок являются полукарликовые и короткостебельные сорта, которые устойчивы к полиганию. Они характеризуются более интенсивной архитектоникой и фотосинтезом с высоким коэффициентом использования питательных веществ. Спасибо. И они создают более плотные пассивы. Ну здесь показаны вот эти как раз сорта. Красным выделены сорта, которые недавно внесены в государственный реестр или еще проходят государственные сортоиспытания. Ну и все подкормки можно разделить на три вида или агроприема. Первая это проводится ранней весной, буквально в феврале месяце в наших условиях, в период возобновления весенней вегетации, вкущения. Цель ее повысить биомассу, увеличить количество побегов вкущения, усилить корневую систему. Вторая азотная подкормка проводится при выходе растений в трубку. Здесь начинается генеративная стадия развития зимой пшеницы. Мы таким образом можем реализовать заложенный потенциал, количество колосьев, их продуктивность и качество зерна. И третья подкормка проводится в колошении или в период налива зерна. Она в основном решает вопросы высокого качества зерна. Здесь представлены две формулы урожайности. Первая формула достаточно проста. Это биомасса умноженная на уборочный индекс или отношение зерна к соломе. Получается урожайность. Таким образом, когда мы вносим азотную подкормку, мы, как правило, увеличиваем биомассу и больше создаем потенциал урожайности. Но, как правило, тут происходит уменьшение уборочного индекса. Вторая формула – это элементы структуры урожая. Количество растений на единице площади, продуктивная кустистость, число зерен в колосе, масса тысячи зерен, урожайность зерна. Масса тысячи зерен, она изменяется достаточно слабо. И поэтому та же азотная подкормка на нее слабо влияет. Поэтому, все то, что колосостой и озерненность колоса, их произведение дает емкость циноза или количество зерен, формируемое на единице площади. И этот показатель, как правило, от средовых условий с урожайностью связан почти линейной связью или функциональной связью. И поэтому цель наша – получить как можно больше зерен на единицу площади. Но при этом можно не обращать внимания на фактор или признак массы тысячи зерен. И по этому признаку сорта делятся на две группы. Первая группа – это толерантные к загущению с высокой продуктивной кустистостью. Это, как правило, полукарликовые сорта, короткостебельные сорта. Здесь они представлены. И здесь для этих сортов требуется больше упор делать на первую весеннюю подкормку. Вторая группа сортов – это крупноколосые сорта с высокой конкурентной способностью, с продуктивным колосом. И здесь для них очень важно получить более высокий продуктивный колос, работать на этот признак. И для них важна более вторая азотная подкормка. Но нельзя забывать и про первую. Здесь показано в прошлом году, как азотная подкормка влияла на колосостой. Вы видите, что первая азотная подкормка практически на 100 колосостей дала прибавку. По сравнению с тем, где не давали, или 2 центнера давали этой подкормки. А каждые 10 колосостей – это примерно 1 центнер зерна в среднем. Ну и вторая азотная подкормка практически не влияла на этот показатель. Но здесь это при среднем уровне внесения первой азотной подкормки. Количество зерен в колосе, наоборот, здесь в большей степени влияет вторая азотная подкормка. Примерно 2 зерна – это прибавка 1 центнер. Видите, здесь вторая азотная подкормка от 33 до 42 – это в среднем по опыте зерна. И вот первая азотная подкормка, когда мы увеличиваем плотность стеблистоя, то количество зерен может даже несколько снижаться. Ну и здесь вот как раз показано по предшественнику Испарцет в прошлом году. Видите, сорта первой группы, сильно кустящейся, у них первая азотная подкормка давала преимущество над второй. А вот юка, крупноколосый сорт, у него здесь вторая азотная подкормка. И вот норма высева здесь у всех была, это оптимальный срок сева – 3,5 миллиона схожих семян на 1 гектар. Ну и еще хотелось бы сказать, что старые рекомендации, которые были в советское время еще во второй половине прошлого века разработаны, они говорили о том, что пшеница растет при плюс 5 градусов, но современные интенсивные сорта, они растут уже при более низких температурах, и поэтому они требуют более раннего несения азота. Ну здесь показаны признаки, которые сильно отзываются на первую азотную подкормку, и которые в этот период формируются. Кущение очень сильно влияет. Здесь растение может формировать от одного продуктивного колоса 2, 3, 4, и может даже 10 формировать, если условия питания достаточно хорошие. Количество колосков в колосе практически не изменяется, и содержание белка и клейковины изменяется слабо. Ну здесь показана сорт Таня, разная степень развития в зависимости от погодных условий. Конечно, для такого развития требуются более низкие нормы азотной подкормки, а вот во втором случае здесь нужно наверстывать за счет дополнительных доз азота. Ну и вторая азотная подкормка проводится в период выхода в трубку, примерно через месяц после первой, и имеет очень большое значение для крупноколосных сортов. Здесь мы можем оказывать достаточно сильное влияние на количество колосев на единицы площади, на число зерен в колоске, и очень сильно изменяются, растут первые, вторые междоузли. Поэтому здесь надо начинать с началом выхода в трубку, и азот как раз на вот эти междоузли, он еще не дойдет. Потому что очень сильное изменение может быть высоты и полигания, и вот несмотря на то, что эти междоузли самые короткие, прирост как раз от удобрений наиболее сильные от них. Они могут вообще не развиваться, а могут достигать в сумме 25 сантиметров дополнительно. Следующие междоузли изменяются слабо, и содержание белка и клейковины в средней степени здесь изменяется. Ну, здесь, когда мы проводим вторую подкормку, потребность более плотных посевов в ней выше. И такие посевы должны получать больше азота, чтобы меньше был сброс продуктивных стеблей. И преждевременно азотная подкормка может осложнять санитарную обстановку и усилить кущение без того загущенных посевов. Ну и третья подкормка, она решает вопросы качества зерна. Ну, если для получения максимальной урожайности мы не всегда получаем максимальную урожайность при самых высоких дозах азота, то содержание белка и клейковины здесь практически линейная зависимость. Самые большие дозы это как раз самое высокое содержание белка и клейковины. Если ничего не даем, можем получить фураж. Дальнейшая прибавка это продовольственная или ценная пшеница. И таким образом мы получаем. Ну и по предшественнику Испорцет дополнительный урожай и качество, они обычно у нас не компенсируют затраты и прибыль чистая. Она даже снижается в вариантах без подкормок. А вот, допустим, по предшественнику подсолнечник за счет более высокой урожайности и качества. Пшеница зачастую переходит из фуражной в ценную или продовольственную. Здесь мы видим, что внесение больших достаточно доз азотных удобрений может практически в два и более раз увеличить чистую прибыль практически на всех сортах. И современные сорта, они по сравнению с сортом Безоста-1 больше используют азотные удобрения. Ну и результаты агрономической деятельности можно оценивать с помощью сложных анализов или достаточно простых, как, например, цвет пассивов озимой пшеницы, количество зерен в колоске, допустим, в среднем колоске 2 зерна, 3 зерна, 4, 5, бывает даже иногда 6. То есть это идеальные условия были. Высота растения, вот длина нижних междоузлей и тяжеловесность колоса в период налива. Но еще хотелось бы остановиться на признаке редуцированное, количество редуцированных колосков в колосе. Если общее количество колосков и продуктивных колосков, оно изменяет коэффициент вариации, у них обычно меньше 10% от средовых условий, то есть средовые условия у них достаточно слабо влияют. И сорта тоже по этому признаку практически слабо отличаются. То количество редуцированных колосков здесь более 20%, практически всегда в среднем больше 50%. То есть малейшее изменение условий приводит к сбросу колосков. И таким образом с помощью этого признака можно фиксировать условия среды. Здесь вот вы видите колос со среднего редка у пшеницы, два редуцированных колоска. Когда с крайнего редка, где площадь питания достаточно большая, здесь уже редуцированных колосков нет. И можно сказать такую шкалу, если нет сброса, это идеальные условия. Благоприятные условия, если один колосок сброшен, хорошие условия два колоска, удовлетворительные до трех колосков. И если больше трех колосков, это стрессовые условия. Они не обязательно связаны с условиями питания, могут быть с морозом. Но тем не менее это достаточно простой способ, один из способов, который дополнять может другие. И в заключении хотелось бы пожелать всем высокого урожая. Спасибо за внимание. Вопросы, Александр Ильич Владимирович, пожалуйста. Поворотень готов и не испорьте, а вы поспорите. Там простой вопрос. Себестоимость при вашей модели технологической. Какая? Сколько миллионов колосок на гектаре? И получается, что... И тогда у меня сразу как бы еще... Себестоимость какая получилась? Пшеница, которую вы нам показали? Ну, сейчас... Себестоимость у меня была. Я просто эту табличку выкинул. Примерно, наверное, было где-то 8-9. Это в 2018 году. В этом году у нас не в 2018 году. У Игоря Николаевича есть данные за 2018 год. Ну, понятно. Эти данные, они бесполезны. Потому что цена в этом году на удобрение... По сравнению с 2018... Понятно, все. Александр Ильич... Ваша цена пшеницы, цена продажной пшеницы ниже себестоимости. Ниже. Та модель, которую вы предлагаете, она подразумевает очень высокую цену реализацию. Второй момент. Сколько у вас растений на гектаре? 10 миллионов, 9 миллионов. Мы считаем не растения, а количество колосьев. Количество колосьев, да. Сколько? Ну, это зависит тоже от сорта. Есть сорта крупноколоссий, которые достаточно для, ну, допустим, юка. 400-500 колосьев, это достаточно для получения высокой. Вы самы 2-громовые колосьи идут, правильно? А? 2-громовые колосьи идут. Да, да. Васса. 450-й вы имеете 90 сантиметров, так? Да. 400-500. Ну, а кустящиеся сорта, они могут больше тысячи колосьев на... квадратном... Ну, при весе 1 грамм, один кокос. Да. Друзья, еще вопрос. Влаги больше 600 миллиметров. Влаги больше 600 миллиметров. Да. Ну, все. Влаги такая условия еще есть. Друзья, есть еще вопросы, Игорь Николаевич. Игорь Николаевич, вот скажите, условия, в прошедшие уже фактически осени. Насколько они благоприятны для Юга России и для сортов кубанской селекции? Ну, я хочу сказать, что все равно условия достаточно сложные. В этом году, вот если осенью мы ездили туда, в Ставропольский край, то от Краснодара до Новокубанского района всходов нигде хороших не было получено. У нас в зоне нашего института тоже практически еще всходов нет. Есть регионы, ну, районы, многие получили достаточно хорошие, ну, хорошие всходы. Очень сильное засилье мышей. Люди отмечают до тысячи нор на одном гектаре. И мы можем потерять просто зимую пшеницу. Ну, и еще, как бы, вот коллеги из центральной черноземной полосы говорили, что сильные дожди, осадки, они не дали посеять. И там очень большие недосевы в том смысле, что пшеница, как бы, она сейчас менее рентабельна. Тоже, как бы, и желания, может, большого нет увеличивать площади. Поэтому большой недосев в этом году будет. А какие рекомендации в связи с тем, что по югу есть площади, где нет всходов осенью, и по обилию мышей, что стоит предпринять, вот исходя из вашего опыта, из ваших наработок? Ну, с мышами надо бороться, не упускать это, все время мониторить эту ситуацию. А когда мы получаем слаборазвитые посевы, здесь возрастает роль как азотных подкормок, так и стимуляторов пшеницы, которые бы способны более раскрыть потенциал растений. Один вопрос еще. Сколько по ДВ и по серии выкладывается на векта от вашей модели? Ну, вы знаете, у нас модели, модель она разрабатывается, для каждого сорта она разная. И опыты закладываются от вообще отсутствия азота до 140 килограмм подрыва. А тот оптимум, который вы предлагаете, это 4 центнера, 5 центнеров селитра, 6 центнеров селитра? Ну, скажите... Не более... Обычно наибольший результат получается по пропашным предшественникам в наших условиях, это примерно 105 килограмм действующего вещества по ДВ и. По эспарцету там уже... А? 320-330 килограммов селитра? Ну, не больше трех центнеров обычно. Ну, побольше там исток. Хорошо, 3 центнера селитра, буквально 7,5 тысяч рублей. Без цены доставки, без цены разбраски. Да, по всему нету вопроса. Тема деньги, понимаете, тема деньги. Это не риторический вопрос. Нам нужно сделать пушеницу себестоимости ниже продажной цены. Если предлагаете технологию себестоимости выше продажной цены, то мы... Все, у нас денег нет. У нас вся публика сидит здесь. Нам интересно, как сделать так себестоимость ниже продажной цены, чтобы кто-то заработал. Вот это тесто, чтобы купить, которое внизу есть, оно должно остаться себестоимость. Они так, как себестоимость считают лука вознеселькозик, по технологии... Я понимаю. Вот у нас есть фермеры Приморско-Ахтарского района. И я их убеждаю, что, допустим, не надо больше трех центнеров ложить. Они 4,5 центнера ложат, получают высокий урожай. Качество не меньше 15% белка. И считают, что они маловато ложат. Но у них даже пшеница полегает зачастую. Просто потому, что не соответствует вот это тем... Не выдерживают Россию растения, да? У вас рядом порты обгрузочные. У вас цена на 3 на 4 тысячи выше, чем в других регионах страны. Поэтому у вас цифры немножко лукавые. Потому что у вас ни одно зернышко с Кубанского каравая не попадает в российский каравай. Оно все будет в Африку. Александр Евгеньевич, несмотря на вашу критику, Национальный центр зерна завоевал уже пол России своими семенами и своим агросопровождением. Значит, не, я просто хотел бы просто сказать, Что у нас схема опытов включает 38 агро-вариантов. И есть там такие как бы безумные варианты. И те варианты, которые на низкий уровень урожайности. Мы вот эту сеточку на сорта накладываем. И потом уже каждый сорт даем рекомендацию, Какую именно схему мы для него должны применить. Если мы не будем изучать высокие дозы, То, в принципе, это тоже не совсем правильно. Мы изучаем их не для того, чтобы рекомендовать, А чтобы знать реакцию сорта. Продолжение следует...